здравствуйте друзья у нас гость в рубрике интервью с блогером вот он сейчас нам будет представляться давайте представляйтесь привет народ меня зовут юра у меня канал называется украина европа сша таким названием как бы потому что мечта жить в сша но пока что это у нас европа это хотел сделать документы там себе на вид на жительство это не проблема вообще сейчас и об этом принципе людьми рассказывают вид на жительство где ну можно в польше вообще легко то есть не предлагали отказаться потому что может со временем помешать вид на жительство в польше позволяет вам например поехать во францию и работать там через там есть временный опыт есть постоянный вот если постоянный получаешь там через пару лет а да можно даже не гражданство просто вид на жительство в одной стране евросоюза позволяет работать и другой ну как green card получать но как бы green card получается уже европейской не не польская хорошо так живете вы где все постоянно в украине живу в городе бердянске это маленький город на азовском море конечно на ты вот такой это в принципе все раз дождался специально записи как бы поблагодарить вас все наши так не знаю то ли мало что это ли я просто не видел хотя смотрю вас уже почти два года то есть все в принципе что я делаю и вообще что я к чему стремлюсь и что сейчас делаю это благодаря вам с ума сойти с ума сойти нас же в бердянске значит светлана моя она в детстве жила в киеве и она в пионерском лагере было как-то в бердянске у нее до сих пор воспоминания то есть она начали так а вот я когда была в бердянске в пионерском лагере на азовском море и что-то она вдруг иногда у них какие-то детские воспоминания бывают оттуда ну летом хорошо все воспоминания хорошие но только осень приходит здесь город замирает до следующего лета так там как бы тоже туристическое место то есть также как южный берег крыма то есть там туристы большой большой бизнес приносит когда их нет уже спокойненько так все приносили приносили а туризм был из украины или туризм был такой как бы из всего бывшего ссср с украины львиная доля но очень много было россиян том числе москвичей у нас московского региона было полный город два года назад ну потому что на гривны дешево машины ни одной там русской не увидишь они на машинах приезжали да многие на машинах ну хорошо то есть как бы там получается депрессивный стал регион в этом смысле а люди сейчас поехали но все равно по сравнению что было да очень у меня паренек один письмо написал из бердянск я по-моему даже зачитывал какое-то время да это не ваше было да да и у него ситуация такая вот мы завязаны были на туристический бизнес как жить дальше так хорошо живете вы в бердянске но вы вы трак водите да или чем вы занимаетесь ну вот я вообще да я как бы сейчас да но чтоб может как бы люди понимали что я вообще из вашей аудитории учил я умел имел интернет-магазин принципе сейчас я больше компьютеру и к интернету и был у меня интернет вообще начал продажи просто по разным площадкам там с китая всего чего угодно потом все-таки маленький интернет-магазинчик сейчас он работает жена там работает начал учить тестирование пошел прошел первое собеседование да вы чего с вашей помощи все то есть но как бы с меня водитель я сейчас как-то надо такой то есть мне больше лежит душа компьютерами вот получается у нас бердянске одна такая мощная наверное единственная и компания пошел я прошел первое собеседование оставалось мне второе в общем я провалил там с этим английский просто как можно было говорил ничего не узнал абсолютно ну и возможно ну мне потом сказали сиквей то есть надо было кроме сертификации ну не хотя бы не сертификации силе что я знаю сиквей я сказал что я знаю а сиквел я сказал только что я знаю команду вы знаете что напомнили сейчас много лет назад наверное это было году девяносто девятом двухтысячном тогда знаете по h1b вот все кто хотел все могли свободно практически приехать и там была дискуссия вот какие вопросы задают связанные с английским и вот парень устраивался на работу в москве но в иностранную компанию и они ему сказали вот скажите по-английски и дальше дали ему строчку там из песни какую они сказали я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она что посмотреть не оглянулся ли я скажите это по-английски вот на технической работе начинали ему дали такой тестик интересный хотя и по-русски это не звучит нормально так это как-то заковыристый очень так хорошо значит вы все-таки водите трак вождение трак для человека живущего в бердянске это все-таки дает какой-то ливинг какие-то деньги зарабатывать на жизнь или это мало денег или это нормально денег как у нас в целом по украине да по бердянску это вообще это если позволить я секундочку назад вернусь проводилась беседование рассказали английский этот я начал искать ну просто дом буду учить английский а потом начал думаю может куда-то за границу в общем так как-то я попал на то что можно поехать работать водителями там много свободного времени всеми занимался постоянные делающие английский и вот начал искать и устроился без опыта вопреки всем потом кричал что это невозможно там работы на камазе и так далее то есть устроился об этом как бы рассказываю то как у вас принципе мне уже куча тоже писем благодарности когда люди вообще к этому не имеют отношения на самая такая приятная награда конечно потому что открываются горизонты какие-то которых не было в жизни конечно это самый самый кайф так у вас блок тоже да у меня блок но я смотрю тема популярная сколько сколько у вас там народу там 1700 лишним человек но я первое видео в начале лета закинул то есть это два месяца никакой не реклама вы знаете что я посмотрел так ну таким беглым взглядом на на ваш блок не 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 в информацию но вот как бы в общие технические показатели и он меня очень удивил потому что у вас там на тот момент это было может неделю назад у вас там было 22 видео всего при этом у вас там каждое видео там по 3 по 4 по 5 тысяч просмотров что много для для начинающего могло быть легко там 25 50 понимаете а у вас там тысячами и и у вас подписчиков так много ну там есть полторы тысячи сколько их там еще с лишним слушайте 1700 подписчиков на 22 видео на блоге который существует всего ничего и я я подумал может быть у него какой-то веб-сайт есть может быть у него какая-то группа в контакте где 15 тысяч человек откуда они взялись что вы делали чтобы они у вас возникли вот эти вот это вот это количество просмотров откуда взялся ну это получается по вашему типу как бы кто хочет изменить себе жизнь лучшему начиная пока с европы тот может как бы сейчас без опыта на моем примере за три месяца сделать документы и зарабатывать для украины гораздо больше денег чем он тут зарабатывает ну хорошо вот работая таким водителем да это в америке тоже очень популярный вид работы для новичков особенно сколько зарабатывает сегодня не экстремальные значения ну так нормально сколько может нормально заработать человек который будет там камаз на европы для польши конкретно это считается немного поэтому украинцы туда берут с радостью там не камазы конечно там нормальная машина до средняя зарплата на нормальный фирма наверное где-то это в районе полторы тысячи евро на руки после 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 налогов до почти 40 тысяч гривен то есть и тут же вам уравняю а например еще вот до как я уехал я работал в интернет-магазине жена работала продавцом у нас цветочном магазине она получала там 1700 гривен то есть какой то есть грубо говоря нет никакого смысла вашей жизни вообще работать она по сравнению с 40 тысяч бесплатно работать он осталась в интернет-магазине мы поддерживаем и нет смысла возвращаться сюда и на работу там две тысячи нормальная зарплата ну две с половиной смысл так подойдите все таки семья живет в бердянске так а что вы в польше я не понял в польше находится ваш работодатель который в польше работодатель да польские фирмы сейчас они очень сильно практикуют и очень хотят брать украинцев на работу так что вас я не понимаю вертолетом забрасывают в польшу а там оттуда вы ведете тракт на париж или как это все происходит если бы двое суток там почти добираюсь туда у меня польша на границе с германией аж и поскольку там автобусами поездами поэтому хорошо добрались до точки на границе с германией дальше что дальше скорее всего меня там ждет машина кому-то поехал домой мне оставляют я всего два раза там был раз два с половиной месяца раз полтора как бы это все мои вождение хорошо два с половиной месяца вы что делаете вы просто всеми в дороге 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 по всей европе или что где вы ездите по европе но в принципе у нас это пять стран это вот от польши до люксембурга то есть близехонько там голландия германия польша бельгия люксембург как вам голландия германия польша бельгия люксембург так вот в окошек смотришь там бензином заправляешься с людьми там может там вы не курите нет ну хоть то есть там покурить вам ни с кем не удается но так вот вообще общение какой то есть с голландами из-за чего я хотел я в голландии больше всего времени нахожусь там английский свой начал наконец-то пока не хорошо говорят на английском да да я в целом с меня я че и показываю там я им ломаю стереотипы и не такой водитель как я первую на вторые выходные как я приехал в четверг и в следующую субботу не в эту сразу следующую я бросил машину а ты сейчас буду готовить видео за 40 километров подсел на автобус поехал в аэропорт с аэропорта сел на поезд поехал в амстердам и валял я как бы турист больше там ничего себе а знаете мне в голландии очень понравилось они так вроде стоят люди интеллигентные такие разговаривают по-голландски и вот только у них там через слово какие английские слова вылетают там щит там ну еще там другие из этой серии то есть они у них видно нет эквивалента такого убедительного там голландском так они английскими они хоть просто вообще он похож у них говорят а и вообще они как бы каждый голландец он немецкий голландский английский по-английски они очень здорово говорят очень здорово это я я знаю ну так хорошо а вот так что вас англичским стало за это время сказать что он прям стал лучше не вон в любом случае стал лучше но я как бы думал что я вообще все я приехал и готов и здесь решил пойти сходить на курсы к индивидуальному учителю. Вот был только три раза, вчера третий раз только был. И когда пришел к учителю, понял, что надо еще учить. Я думал уже, как бы, я готов. Но, в принципе, мне хватало это время вполне в тех странах изъяснять. А учитель, он вас засмущал тем, что вы правила какие-то не знаете? Она говорит на меня, ты как гугл-переводчик, что слова вроде и знаешь, а кучу собрать не можешь, получается. Но вы с людьми общаетесь, вы их понимаете, они вас понимают. Ну так вы в порядке, а что? Вы же не должны им язвать заканчивать. Вам зачем? Ну да, ну грамматику надо точно подтягивать. Хорошо. Вы могли получить вид на жительство в Польше, а вы рассказываете, как это получить, если хочешь получить, да, у вас в блоге? Ну еще пока не дошло к этому, еще много видео, которые надо рассказать. Допустим, еще к этому никак не дошло. Хорошо. Вид на жительство вы подумали, что вы не хотите получать, потому что это может вам помешать, допустим, двигаться в сторону Канады и США, и вот такого плана, да? Ну то есть есть план такой, куда-то дальше двигаться. Конечно. А что супруга говорит? Ну она тоже за, как бы не хочет Польшу, потому что видит, что у меня цель по-любому, то есть она неизменна, это Штаты, поэтому смысл учить новый язык, обживаться в новой стране. А лет вам сколько? 31. А вот украинскую лову разговариваете? Да, разговариваю, да, видно, разговариваю, просто у нас, я как раз из принципа, вот говорю сейчас, самое то время, когда точно, даже если я могу, но я из принципа не буду ничего говорить, как раз когда из-за языка пытаются разделить страну, так придумать, типа есть разница. Я не о том сейчас, я имею в виду, что если вы, допустим, украинскую речь понимаете, польское легко воспринимается или это все-таки совсем другой язык? Легче, легче, но язык, правда, может как выговор, пока привыкнешь, это примерно, наверное, как россияне понимают западную Украину. Никак не понимают. Западную Украину очень сложно понимать, но очень. Ну, похожие слова есть, когда русские... Ну, есть, есть похожие, но все равно сложно. Так что самое у нас получается польское, наверное, примерно так. То есть вам их понимать не легче, чем людям из России? Ну, мне именно, да, получается. Я просто думал, что украинская речь, она как бы ближе к польской, чем, допустим, русской. Люди, кто оттуда приезжают, там, вот, в Закарпатске, на франковске им легче, у них даже вовар похож, у них построение предложений даже, у них там тут е-выхед, там е-вкис, типа так, у них даже тут е-выхед, а мы-то не привыкли так говорить на русском, что-то е-вкис. Окей, хорошо. Так, ваш план движения в сторону Соединенных Штатов, он связан именно с IT или как бы вообще с переменой мест? Не, он с IT связан, поскольку я, у меня завтра, кстати, вступительный экзамен на магистратуру, все-таки решил поправить на IT направление. у меня был бакалавр педагогическое. А педагогическое чего? Какое, каких дисциплин? Кресланье, черченье. Какое слово сказать? Кресланье, ну, черченье. Кресланье? Да. Черченье. Хорошо. Ну, то есть, все-таки, это такая достаточно техническая дисциплина. Это не литература, не история. Ну, да. Там было технологическое образование, учитель, там, короче, трудовик с меня получился. Хорошо. Ну, все-таки, на самом деле, это неплохая подготовка по сравнению с очень многими другими профессиями. Вот у нас, например, сейчас... Ну, вот не в той... Вот сегодня группа, наоборот, началась у меня. Там что-то юристов, по-моему, ни одного не было. А вот до этого фуллтайм-класс начался, там 30 человек, там 5 или 6 юристов. Понимаете, все-таки в этом смысле преподаватель черчения намного более техническая профессия. Хотя, надо сказать, что юристы отжигают только так. Я хочу сказать, это, видимо, мозг развивает хорошо, потому что ребята потрясающие. С юридическим образованием очень хорошие. Ну, хорошо. Значит, а супругой чем занимается? Ну, вот она сейчас, как и сама на телефоне, и на всем там, я говорю, этим интернет-магазинчиком. А по образованию? Образование тоже она заканчивала на... Это просто у нас Бердянский этот университет педагогический, съезжаются много сюда, поэтому у нас тут по половине Бердянска. В Советском Союзе многие знали Бердянску, потому что у вас сделали бритвы для мужчин, вот там, пабриция. У меня была бритва Бердянск. Нет? Не в курсе там? Нет, не в курсе. Да, и вот, как бы хочется уже, чтобы точно по профилю можно было, я сейчас, я вас когда-то спрашивал, там, какой язык учить, начал учить этот Пайтон. Очень хорошо, молодец. Молодец. Вот поступаю завтра в институт, ну, естественно, я уже на ют-тесте с помощью ваших, там, какие-то денежки на ют-тесте с помощью ваших, но зарабатывал на ют-тесте. Давай еще. И Тест Бердянска, европейская такая же площадка. А говорят, что в России и Украине очень сложно получить проект на ют-тесте. Вот, как бы, они дают, но только связанные с российскими, там, украинскими компаниями, вот, допустим, американские там уже не дают. Ну, правильно. Из-за этого, как раз, я копейки и зарабатывал, что я брал дешевенький, сейчас забыл, ну, в общем, IP американский себе брал. И успевал там одно-два задания сделать, меня зачисляли, ну, он подводил этот меня. И прогоняли. Подводил, да, и меня банили. Заводил новый аккаунт опять от Америки, опять там какую-то копеечку заработал. Он наибольшу опыта зарабатывал. Ну, конечно, конечно. Я вам скажу, у нас полно ребят, которые в Америке, и вроде они регистрируются, и чего-то их долго не приглашают, и такое тоже есть. То есть, вроде бы, уже и в Америке, и тоже не то, чтобы там на него налетали. А есть такие, которых, наоборот, на части работают. Это еще зависит от того, какой хардвор на руках вы там объявляете. Если у вас, так скажем, последние модели, там, Айфона, и редкие какие-то системы, там, я не знаю, я не могу сказать, например, про Windows Phone, да, вот, скажем, насколько вас требуют. Но Айфон последняя модель, планшетники, да, и люди, которые этим серьезно занимаются, там, пару тысяч в месяц, вот так зарабатывают из дома, они все время тратят деньги на приобретение новых систем, чтобы получать хорошие проекты. Ну, планировал я так же, но что-то мне слабый английский, тяжело переводить, пока все, решил подучить. Ну, английский, конечно, а вы, вот, не пробовали мои лекции на английском слушать? Это у меня есть. Нет, на английском не пробовал. Еще перед отъездом было рано, а вот после отъезда я уже, если честно, забыл, что они есть на английском. Они есть на английском. Вы можете пойти на YouTube и написать, там, допустим, Software Testing, там, Tutorial, или просто Software Testing, и там выйдет достаточно много, и там я буду, и там будет наша преподавательница Яна Мурза. Она бесподобно читает про agile тестирование, про тест документацию. У нее хороший английский, так, произношение хорошее. Мы сейчас сделаем в августе сериал по Selenium, по автоматическому тестированию. Единственное, что там не с Пайтером будет, там будет с Java. Но тоже очень-очень ничего, и там тоже Ольга, которая будет вести, у нее очень-очень хороший английский. Так что вот можете нас слушать. Если нас понимаете, уже неплохо. Кроме того, на YouTube все-таки много народу из Индии, и если вы хотите работать в американском IT, то это более важный акцент, чем, скажем, русский, который надо научиться однажды понимать. Так что слушайте индусов, и так вникайте. Их несложно понять, надо просто привыкнуть, и ничего. Ну вообще скажите мне еще спасибо за совет. Не поздно еще мне, уже все-таки мне 21. Не, ну 31 это вы еще, жить не начинали, что там 31. Я приехал, мне было 34, я вообще по-английски не говорил практически. И первая моя работа вот такая приключилась. Сейчас я скажу, это был август, слушайте, это юбилей скоро будет, август 20 августа, 20, не уверен, что 20, где-то вот в августе, школа началась 20 августа, это было в августе, может быть 11-12 августа 92-го года. То есть мне уже было 36 лет, я уже был почти два года в стране. И то меня товарищ привел за руку, то есть меня просто взяли из любви к человечеству. Собственно, и все. Ну в Америке другая возрастная такая, здесь уже у нас потяжелее. Слушайте, так в то время, первые вот там, 4-5 я работал, ну скажем там до 41-42, и я хочу сказать, что я был всегда самым пожилым во всех компаниях, там вот старше меня были только президент, вице-президент, а там остальные были молоденькие совсем. Сейчас меняются картины, сейчас те, кто тогда со мной работал, они сейчас все еще работают. Поэтому, как бы сейчас стало много народу, из-за 50, там и так далее. А тогда вообще это молодежная работа была. Те, кто начал, допустим, 10-15 лет до этого, они все были богаты, или они все были уже начальники большие. Понимаете, я одного возраста с Биллом Гейтсом. Так что, там ничего не было до этого просто. Так что, приехал бы я на 10 лет раньше, так представляете? Да, успел бы многое, но я не жалею. И так что, и сейчас люди приезжают и на 10 лет вас старше, и даже на 20, которые достаточно нормально этим занимаются. Но, конечно, английский, это хорошо. Может, приезжают, видите, как по грин-картам этим. Я сейчас смотрю, мне, честно, тогда выключаю сразу все ваши видео, смотрю, выключаю, когда там, а как я так грин-карт выиграл, так я выиграл грин-карт. Сейчас очень много, вот когда вы видите молоденьких ребятишек у меня там, и особенно, когда нет разговора о том, откуда он взялся, скажем, грубо говоря так, если не объяснили, что он выиграл грин-карту, или женился, или с родителями его соединился, или там что-то такое произошло, вот все, про кого не сказали, они практически все получали политическое убежище. В основном они приезжали по work and travel, просто попали в страну, дальше им крышу сносят, они уже ничего не видят, не слышат, остаются, получают свою политику и приезжают к нам. И незаконченное высшее, там 23, 24, 25, с золота, просто с золота наше, потому что они энергичные, шустрые, они уже знают, что к чему, они, вот не то, что с грин-карта, он свалился с самолета, понимаешь, и все ему обязаны, он заплатил там жуткие деньги, двухмесячный рент, понимаешь, там на шкур стоит, за шивую, анбедромную квартиру, вот он двухмесячный рент заплатил, и дальше его должны на руках куда-то вынести, там на золотых носилках, он не понимает просто, что делается, что это стоит, и так далее. Эти, они такую школу прошли, они все понимают, они все ценят, они от радости скачивают, понимаешь, то есть приятно с ними работать, потому что мы на одной волне с ними, и так жах, и все получается. Самые успешные наши ребята, поэтому, кроме грин-карт-лотереи и там замужества, есть политическое убежище. Сейчас люди говорят многие, что это нелегко, и что, ну, наверное, нелегко, я не знаю, я-то вижу тех, кто успешно прошел, и у нас их много, поэтому у меня чисто внешне такая картина, что я думаю, смотри, как много, смотри, как легко, смотри, как просто, смотри, какие ребята золотые, понимаешь? Останавливает одно такое даже мысли там каких-то, что если же получаешь отказ, это же вроде бы дорога навсегда закрыта уже, уже никак не попадешь, не по работе. Насколько я понимаю, там не совсем так. Значит, если вот первый уровень, это офицер в иммиграционной службе, который имеет полномочия дать политическое убежище, и достаточно высокий процент людей, которые получают его прямо там. Я знаю, юристов, которые помогают в этом деле, там у них по 80%, по 85% положительных решений прямо вот тут. Дальше, если отказали, тогда можно идти в суд. Идешь в суд, пока это длится, сейчас-то долго идет, это можно 2-3 года там где-то болтаться, и они все это время работают, у них от момента подачи через полгода уже есть решение на работу. И дальше идет в суд, потом опять в суд, если что, потом снова в суд, но я, честно говоря, я думаю, знаю ли я кого-то, кто получил уже такой отказ, чтобы попасть в депортацию. И я не знаю никого, я знаю одну парочку, они получали отказы, но дальше есть такой процесс, называется, withdrawal of removal, или там, removal of withdrawal, я даже сейчас сказать не помню, как правильно, но идея такая, что когда-то уже вроде бы тебя пора депортировать, значит, дальше такая петиция на приостановление депортации, грубо говоря. И дальше они живут, вот у них такой статус странный, но они живут и живут, и живут, и у них social security, у них разрешение на работу, что у них такая там карьера, но это уже тяжелейший случай, это один там на, я не знаю, на десятке, которых я видел, один. Поэтому, я думаю, там страхов больше, чем реально, то же самое, как вы про Польшу и про трак-драйвинг рассказываете, и про все эти дела, что люди говорят, боже, и они вас там благодарят, что вы в глазах что-то открыли, понимаете? Здесь то же самое, это какая-то терра инкогнито, про нее мало чего рассказывают, и кажется, что вот, ну уже все там, я не агитирую, я просто говорю, что я вижу очень много. Спасибо вам, информацию, как всегда, бодрящие такие ваши истории, как обычно. Не этот, я сейчас опять же у вас, может, недели назад, две такая, забыл, как ее зовут, девушка с белыми волосами, с короткими, сайт у нее свой, там по иммиграции, там несколько видео у вас с ним было. В общем, забыл такая, ну, она говорила, что она... А, Таня Богданова. Ну, конечно, да, да, конечно. Она говорила, что в посольстве за день с 64 запросов украинцев на турвизу получили одобрение отбоя только. Да, дело в том, что Украина как бы славится тем, что там очень здорово отказы выдают. Это, конечно, кардинально отличается от получения визы где-нибудь там в Российской Федерации. Это правда. Я думаю, что если бы вы, например, могли как-то получать визу, я не знаю, в Польше, допустим, в посольстве США в Варшаве, если бы можно было как-то это объяснить, почему вы там получаете, то, наверное, бы шансы были там, я не знаю, там на порядке лучше. Оно можно, но нужно получать вид на жительство. А вид на жительство потом мне скажут, что ты сюда приехал, вдруг захочешь остаться. А у тебя есть вид на жительство в Польше, есть там и живи. Ну это да. Я не знаю тонкости, я не юрист. Может быть, юрист вам скажет, не забивает себе голову, это никак не связано. То есть, вид на жительство в Польше никак не участвует в принятии решений. Я уже узнавал. А, вам уже сказали, да? Ну, да. В общем, с визой трудно. С визой трудно. Вы тогда можете вместо Польши там вид на жительство где-нибудь там в России и уже пойти там получать, а там легко дают. Может быть. Да. Я не знаю тонкости. Я очень далек от того, как люди визы получают. Уже когда у него виза есть, когда он уже в стране разрешает на работу, вот тогда я уже могу там... Знаете, как поезд идет. Он ходит по рельсам. И чтобы в этот поезд загрузиться, надо на платформу прийти. Не важно, где ты живешь. Не важно, как ты добирался до этой платформы. На лыжах, там, на санках, на велосипеде, там, на вертолете. Но, если ты на платформу не пришел, ты в поезд сесть не можешь. Вот. Поэтому, вот у меня поезд, и я уже там к станции подошел, там, кто зашел, вот тех повезли. Поэтому, про лыжи, про санки я не очень знаю. Ну все, цель в любом случае, то есть, это мне уже последние два года, наверное, под два года такая уже жизнь, что-то наконец-то делал. Не просто, ой, я бы там хотел бы, делаю что-то. И поэтому, это дело времени, в любом случае там. Ну хорошо, хорошо. То есть, у вас есть, как бы, алгоритм, вы знаете, что вы делаете? Ну это большое дело. А вот блок ваш, вот у вас там 22 вида. Вы, вы что рассказываете? Вот, какая цель перед вами? Что вы хотите раскрыть? Какую тематику? Как вот, грубо говоря, ну у вас, можно сказать, черный ход в IT, у меня просто черный ход сразу людям достаток свой величит для Украины, но я вам говорил, вам много. То есть, некоторые у нас не все 40 тысяч в год получают. Вау. Здесь мужчина, как глава семьи, он может спокойно, я за один месяц сделал права, за вторые там карту, на третий получил приглашение и уехал. Через три месяца, как мне бы меня, моего, на то время, сделать, и все быстрее. Три месяца, и может работать уже в Европе. Но ведь многие люди, они же не рвутся в Америку. То есть, для них, например, получить вид на жительство в Польше уже был бы кардинальным изменением ситуации к лучшему. Так в основном обстоит. У вас есть ребята, которые вот уже прошли какой-то путь и уже получили какой-то результат? Да, люди, у меня минимум человек 10, которые получили приглашение на работу, сейчас ждут визу и там рассказывали, что у них там, ну, как я и говорю, там какой-то опыт есть и все же, в общем, готовы, едут уже все, им там будут уже сразу документы, говорят там, какие-то вид на жительство, все будут делать. Ну, послушайте, 10 человек, это уже будет здорово сколько? Это уже вы фактически памятник себе воздвигли нерукотворный? Так вот, прям типа Пушкина получается. Да, мне там один спрашивал, типа, зачем оно тебе надо? Я, ну, в комментариях где-то, я написал, типа, что есть такой блогер один, говорю, который меня на все это подтолкнул, говорю, вот если будет хотя бы один, говорю, меня так, типа, почитать, как я этого блогера, то мне это будет. Вы меня засмущали. Знаете, мне часто какие-то такие вещи говорят, что я там что-то такое натворил, хорошее, и я себя чувствую, знаете, вот как Хлестаков там в ревизоре, которого приняли не за того. И там вот, но он, правда, сам здоровый, с посланником, с французским, с таким, но началось-то с чего, они же его как бы туда подвинули, приняв его за ревизор, а он просто человек ехал, никого не трогал. И, знаете, как этот поручик, это вы сейчас так прекрасно играли шопе, говорит, Ржевский отвечает, да бог с вами, ротмистер, это я так фигачу по клавишам, что на ум спидел, понимаете, я вот таким Ржевским себя чувствую, там фигачу что-то по клавишам, вдруг говорят, он говорит там, и что-то. Ну, к тому, что вы могли, например, сделать не полный курс, а заинтересовать пять, там, три, четыре, пять видео в свободном доступе и все, и закрыть этот свободный доступ, как бы заинтересовать. Я вам вот что скажу, я вам вот что скажу. Значит, первое, у меня не было коммерческого интереса никакого. Мы, слава богу, хорошо зарабатываем, у нас много студентов, и у меня не было желания никакого заработать. Но, мне было обидно, что люди живут, вот, допустим, есть я там, ну, в пространстве русскоязычном, да, и тот материал, который у них в доступе есть, он, как сказать, ну, некачественный, что ли, но вот какие-то дискуссии, я читаю дискуссии, я вижу каких-то людей, я вижу каких-то абсолютно непрофессиональных, полуграмотных, таких вот растопыренных, которые входят там и всем, и негде взять информацию. Я думаю, ну, что ж такое-то? И, и мне трудно было по-русски это читать, на самом деле, я же, я же не веду курс по-русски, мне и сказать-то сложно, поэтому он у меня вышел такой, как бы я говорю по-русски, терминология вся по-английски, даже слаймы у меня были там, зачастую по-английски, но я на форуме говорил про ОС, я тогда сказал, ну, ребят, кто хочет там участвовать, давайте, чтобы я не просто так, не в пустой классно говорю, и там собралось человек, там 100 с небольшим, 120, не помню, и вот мы с ними 10 занятий, это было 10 раз по 2 часа, но, во-первых, это был фан колоссальный, во-вторых, это дает какую-то известность, вот тебя начинают знать народы, и это важно, чтобы тебя знали народы, понимаешь, потому что какие-то вот здесь люди ходят, меня постоянно обвиняют, что я родину не люблю, что я там ее, не знаю, что я там ей плохого там наделал, вот, и все такое, моя любовь к родине состоит в том, что вот там есть люди, они мне не безразличны, и я стараюсь что-то сделать, чтобы этим людям было лучше, и я вот в этом смысле, я, так сказать, вот, не то, что мне там Кремль как-то дорог, или там Мавзолей, или там лично товарищ Путин, мне пофигу, и до одного, и до второго, и до третьего, но люди же, мы же часть вот этого всего, поэтому у меня был чисто такой интерес, ну, гражданский, можно так сказать, то есть мы как люди советские, у нас гражданское очень развито, вот, поэтому мы не воруем, и как-то считалось неприлично воровать, вначале, вот, так что мы не воровали, мы пайку там свою под одеялом не желали, знаете, мы все на стол клали, вот, поэтому, ну, что же, и все время люди пишут, что они там работу нашли, и опять нашли, и снова нашли, и еще что-то, вот, и в Киеве, и во Львове, и в Харькове, и по всей Российской Федерации, там, и так далее, и для этого и делалось, ну, для чего же еще? У нас, правда, сейчас будет, наверное, что с визами, что из такой работы, уже даже видел бесплатный курс для переселенцев с востока Украины, ну, для крымчан, уже их учит государство, бесплатно на тестировку, какие-то баловые. А в каком месте географически это происходит? Вот тут я не скажу, я подоглянул, ну, скорее всего, в Киеве, у нас много всего в Киеве. Я вижу, что, с одной стороны, я вижу, что много работы в Харькове, в Киеве, во Львове, с другой стороны, я вижу, что многие сейчас, как бы, говорят, вы знаете, что, ребята, сейчас так рвануло в это дело много народу, что они начинают уже друг с другом толкаться, мешать, соответственно, повышаются требования, и так далее. Требования к тестировщикам, я бы сказал, что вот там Россия и Украина выше, чем в США, в том смысле, что хотят видеть человека с определенным образованием, там, здесь ты, может быть, с любым, пошел и тестируешь. Вот, так что... А завязано все, не попадешь в США, если тут не получишь опыт, не поработаешь годик-другой, чтобы написать в резюме, что я работаю. Или могут длить без опыта? Такое бывает? Ну, понимаете, история какая? Значит, закон говорит так, если компания хочет тебя нанять, и ты удовлетворяешь формальным требованиям, а формальное требование говорит, что у тебя есть высшее образование по такой-то специальному, то тебя можно и в 21 год забрать из университета, прям раз вопрос книги, поехал. Технически, практически, значит, осталось найти этого работодателя, который захочет. Второй вопрос, что там какая-то лотерея образуется с этими визами, их не хватает. Заявок больше, чем виз, поэтому начинают их разыгрывать в лотерею. Вот эта блокада, которая образовалась с рабочими визами, но вот уже два года, считай, вот два года назад, вот в это время, мы ждали, что будет реформа, я уже там рассказывал про реформу, это в Киев как раз приезжал, и там, у меня речь там была, как жить, когда закроют в лотерею грим-карты, и так далее. И дальше блокировка полная, по всем, по всем каналам, и вообще непонятно, когда что произойдет, то есть, подчистую все заблокировано. Должны были закрыть лотерею, должны были сделать колоссальную квоту на рабочие визы, чтобы не было вот как сейчас. Поэтому, я думаю, что это все равно произойдет, тенденция же в эту сторону. Поэтому надо учиться, надо иметь формальное образование, надо иметь опыт, и вперед. Я думаю, что лучшие времена впереди. Это вот на подходе где-то. Надеюсь, тоже для этого стараемся. Я в принципе, в принципе, то же самое дело, только где легче, где я абсолютно, вы как мастер своего дела, а я не мастер, я просто туда попал, смотрю, что там вот правда, там особенно шматерый, там дальний бой, надо там тебе 25 лет, там перекрутить, есть КамАЗ, как бы сел, и потом смотрю, там еще обдирают нашего брата, там 500 евро, до 500 евро за приглашение. С нашим уровнем жизни тут-то-то берут 500 евро. Как бы я расслабил, что все бесплатно, никому ни копейки платить не надо, все реально, все на своем опыте. Абсолютно никому ничего не заплатили, и все, и люди поэтому и как бы смотрят, и подписываются, не нужно ничего денег. Я еще бесплатно к себе зову на стажировку, этого точно не видел. Это переворот сделал в этой профессии. Я к себе, один парень приезжал, в Германию, я к себе бесплатно, на несколько дней приезжайте, я вас научу основным. А замы пойдете, говорите, что у вас есть опыт, когда сможете работать. Так, да. Приезжают? Да, один был, я под отъезд, ко мне в Германии парень приехал, под отъездом, и все, у меня там, ну не то, что очередь, но тоже определенное количество людей уже ждут, когда я осенью поеду туда. Но вот если человек, допустим, смотрит ваш блог и хочет это сделать, но он живет не, я знаю, не в Украине, а вот в Киргизии. Это реально, но он же не может вот ехать на месяц туда, потом обратно, на месяц туда и обратно. Это же все-таки очень сложный такой, перелившись. Я так и рассказываю, они рассказывают, что есть опыт, все знают, берут приглашение, и перед тем, как приехать к работодателю, они заезжают ко мне на пару дней, и к работодателям они уже приезжают, как бы вот уже все, основное знают. Угу. Вам надо какие-нибудь курсы онлайн по вождению траков? А с меня просто же такой учитель, как бы еще пока 4 месяца там заводил. А там все-таки, там же есть теоретический материал, правила вождения, нет? Не, ну правила, это они одинаковые, я там отличия не увидел, там пару знаков, может какие-то, просто что-то так. Удобно, удобно. Но все-таки трак, это же большая машина, это же не то, что живой ли водитель, там где, не знаю, Мерседес. Все-таки это как-то, ну, развороты, там припарковаться, там чтобы под разгрузку, загрузку, это же какие-то специальные движения. Ну да, ну поэтому у меня и получилось, там чуть-чуть не вписался, там чуть-чуть не вписался, ну ничего страшного, там все страховка, все покрывает. Ой-ой-ой. Ну хорошо, а как ваша супруга относится к вашей общественной деятельности? У вас, а есть такое, что вас узнают где-нибудь там на улице? Да не, еще нет. Ну как бы не так, я всего два месяца как бы, как выложил первое видео, наверное, рано еще. Угу. Ну так, ну то в скайпе, то просто, там, кто говорит, давай просто, ну подъехать поговорить, то в скайпе, нет, пока думаю, еще никто не узнает. Рано еще. Вам нужно купить КамАЗ? Или одалживать его на выходные там и проводить уроки. Сделать такую школу, люди приезжают, вы их сажаете на КамАЗ и там паркуетесь, там этот, бэй, там, если как эта штука у вас называется, куда машина заново подается? Рампа. Как? Рампа. Рампа. Куда вы? У нас называется бэй. Вот это ибэй, это электронный бэй, вот этот вот бункер, машина подвела, там загрузка. Понятно. Да. Нет, ну, пока, ну, все хорошо, пока бесплатно. Я думаю, сейчас, то, брать уже что-то на себя, какую-то ответственность, брать где-то машину, это надо все организовать, брать деньги, а так, пока бесплатно, все хорошо. Не, ну, пока фан, пока фан, конечно. Вы можете, знаете, что сделать, кроме видео, я вот думаю, вы можете, может быть, какую-то брошюрку написать, там, повесить ее, pdf, там, какой-нибудь, и чтобы люди читали. Я не хочу сказать, что надо ее издавать, пиди книжки, это все-таки информация динамичная, но, во всяком случае, повесить, что можно было прочесть, потому что многие гораздо лучше воспринимают с листа, это и быстрее, и, чтобы процесс оптимизировать, наверное, так, тоже неплохо. Это будет, наверное, правильно, одни и те же вопросы, потому что люди задают. Абсолютно, конечно. А есть у вас в фейсбуке, вконтакте, что-нибудь, есть какая-то страница? Он завел группу вконтакте, тоже, может, неделю назад, две, не помню. Не, группа, группа, но вот именно, как бы сказать, блог какой-то, чтобы рассказывать, и чтобы люди могли читать постоянно, пришел новичок, раз, прочитал. Это очень удобно. Да, может. В общем, вопросы действительно одни и те же, 9 вопросов плюс 10 повторяются. Особенно те, кто смотришь, вопрос, дай телефон, дай скайп, открываешь, подписался, или сегодня, или вчера. Ничего не хочется, понял суть, о чем говорят, и сразу дай телефон, а как, куда устроиться все, скорее всего. Ну, да, тут есть элемент такой, знаете, как сказать, вот как в канале связи, вот у вас есть канал, вот он, идет канал, и в этом канале есть полезный сигнал какой-то, есть шум какой-то, вот тоже идет, вот, поэтому нужно фильтровать, вот, шум задавил, сигнал усилил, вот, получился хороший канал с чистым сигналом. Так что, вам скажем, фильтровать. сильно как бы люди тут рассчитывал-то я, вот я тоже, там и про свой отдых, и про все это, в основном-то цель добраться до США, и чтобы люди-то видели, у вас все с США начинают снимать, я попал в США, я вам рассказываю, я как-то сделал, что я попаду туда, и то есть, чтобы мне тоже, а, так ты попал, тебе легче, вот я туда все равно попаду, поэтому так, и здесь, ну, из-за этого, как бы, немножко, я думаю, что у тебя аудитория все равно отсеется. Хочу я одно, но показываю пока другое, и когда я перейду на другую профессию, надеюсь, когда я перейду на другую страну, и так далее, большинство контингентов просто уйдет, которые привыкли к этому, смотрят сейчас. Да, интересно все. На самом деле, в Европе тоже много работы по тестированию. У меня вот в онлайном классе были люди из Румынии, Чехии, Финляндии, Великобритании, не помню, из Германии, кто-то был здесь. Довольно, довольно успешно, то есть, как бы, всюду есть. Сегодня с пареньком одним беседовал, приехал из Лос-Анджелеса студентами, я еще с ним сниму, наверное, не один сюжет, он очень интересный. И вот он год жил в Новой Зеландии, и так, очень-очень интересно рассказывает, он там выкопал там очень много информации, нарыл, поделится. Так, вот он говорит, что профессия, вот этого тестера программного обеспечения включена в список айтишных профессий, под которые эмигрировать можно в Новую Зеландию, да. И там, он, конечно, сейчас через Айти очень несложно туда эмигрировать, и там бумирует Айти, и вообще так неожиданно, я про Новую Зеландию ничего не знаю, кроме того, что там она южнее Австралии, то есть никого там не знакомых нет, из индейцев Маори, я, правда, знал тут двоих, они, индейцы, но они там были индейцы, а здесь просто в Америке жили, с ними, познакомился случайно, но так как-то, разве что, Жюль Верна там, знаете, читал, вот там народ путешествовал сюда, а так, и вот живой человек там в Новой Зеландии, там год прожил, говорит, там бум и востребованный тестировщик, айтишный бум, может, вам в Новой Зеландию пока? А может быть, в любую англоговорящую, я бы, может, здесь, я бы в Польшу пошел, не проблема, скорее всего, но надо учиться, ну, читать еще, полбит, уже понимаю, писать на польском, для того, чтобы никто же так не возьмет, в англоговорящую страну, тогда уже зачем мне Великобритания, если я хочу все-таки штаб, ничего не там, а Новая Зеландия, можно подумать, если прям зовут. Ну, можно, да, вот я сниму с ним сюжет, там, в ближайшие дни, заодно посмотрите, может быть, интересно будет. Ну, что же, а вот такой вопрос, у вас есть тролли на вашем канале, какие-то гадости пишут, как-то вы в этом смысле привлекаете интерес? Какой-то... Ну, начал привлекать, я заметил, прям как по звонку с тысячи подписчиков, тысяча девять, моему, было, первые сразу написали, что, типа, твой канал отстой, удали его, никому не нужно. Просто, как бы, абсолютно бесполезный комментарий такой, но, тем не менее, я ответил, что, значит, я становлюсь популярным, как бы, раз начали такие подлазить люди. Ну, я скажу, вот из моего опыта, нельзя, нельзя вступать с ними ни в какие контакты, вы просто их удаляете, без того, чтобы отвечать, без того, чтобы вообще как-то к этому относиться, просто мусор, ну, как веником метешь и все, без разговоров, потому что, если вы вступаете в разговор, если вы отвечаете, вы фактически проигравшая сторона, потому что это именно то, чего они хотим, расколоть вас на какую-то реакцию, поэтому, убрал и пошел дальше. Ну, в принципе, пока, я думаю, нормально, я за все время удалил три, может, максимум, четыре комментария, там, сто тысяч просмотров, я думаю, это нормальный показатель. Да, практически не удалил ничего. А ключевые слова у вас стоят такие, на мусор, вот, если такое слово будет, то на модерацию, вы там что-нибудь знаете. Я вспоминал тоже, жене говорил, вспоминал вас, опять же, когда в вашем видео вы когда-то рассказывали, что такое дело, я нашел, где это, нашел, начал себя, и переписываешь такие гадости, что-то, весь в голову, и думаю, это же вы все сидели, такие нехорошие слова. Я их не сам писал, я их выдергивал из тех сообщений, которые удалял. Я так потихонечку набрал коллекцию, и мне некоторые блогеры, вот там, которые их начинают доставать, они вот знают, что у меня есть, и они говорят, Михаил, пришлите мне список, и вот я его оттуда copy, paste, там куда-нибудь в skype, и вот отдаю другим. Такие мне туда пришли, воспользовались. Да вас еще не трогают, что вы? Я по одному вписываю, только написал, взял туда швейцера, и записал. Ну, да, но потом, знаете, это может быть специфично для конкретного человека, значит, например, у меня там есть, наверное, спиток разных написаний слова еврей, и вот там ко мне цепляются, значит, люди несчастные. Эй, господи. Ой, представляешь, вот сейчас бы Иисус пришел и сказал, мужики, я снова к вам, чтобы ему сказали и про маму, и про папу, и про то, что у него там национальность в паспорте, да, представляете, поэтому он и не приходит, я думаю, ему совершенно не хочется вот все это слушать. Ну, еще правда, внимание не обращают, есть там еще один человек такой, Максим Пузатый, он один из Америки, вот он такой смелый, у него родился сын, он в этот же день выкладывает видео, у меня родился сын, я ему пишу, как бы, ну, не боися ты, но такое видео, как бы, люди есть, позвали, он говорит, все люди, кто меня, типа, желают вреда, они все сидят там, в России, и никогда мне, и никогда сюда не попадут, поэтому, типа, это для хороших людей, поэтому не обращают внимания, в принципе. Как вам сказать, как человек, изучающий эзотерику, я хочу сказать, что, конечно, с одной стороны, очень важно его настроение и его отношения, и то, с чем он это делает, и так далее, при всем при этом, я хочу сказать, что пробить можно, то есть, он подвержен, конечно, и безусловно, то есть, ну, что сказать, другое дело, что он никому не нужен, то есть, как бы, специалисты им заниматься не будут серьезные, а так, по мелочи, кому он интересен, или кому я интересен, мы так, мелкие такие, вам не говорят, что вы родину предали, что вы пытаетесь, граждан Украины, вместо того, чтобы они там шли в штыковую, значит, вы их там куда-то за границу отправляете. Как бы сильно рано, мне только раз предложили, хватит ездить по Европам, иди он туда, там ты нужнее. А я слышал, вот, такое, что, не так просто еще оказаться, вот там, в зоне АТО, что, там, скажем, свежих необстрелянных туда не посылают, что вообще, мобилизационный ресурс колоссальный, и мобилизует, на самом деле, очень такой, незначительный процент населения, там, и так далее. Нет, это новости наши так преподносят в интернете, и у нас информация другая. У нас, если вы, ну, просто, ну, любое столкновение с этими, с правоохранительными, с блокпостами, вот в маршрутах, в поезер, 27 июня я видел, видео уже в поезере, ходят, скучатся в купе, открывают, здрасте, все, с виду призывного возраста, получите, распишите, не забирают, я в флюорографию проходил на поступление в институт три дня назад, то же самое, собрали там, воинов таких, тоже, да, собирают, ну, как, как вот усетия, рыболовные какие-то, кто попал, тот и пошел. Так вы, подойдите, вы же отслужили раньше, да? Да. В свое время? Ну, вот я, честно, тут вот, не хочу сглазить, сейчас, может, надеюсь, ваше видео не смотрит, какие-то там, военкоматы. Я, я отслужил, и по прописке, живу, и никуда, ну, то понятно, отъезжал, тем не менее, как бы, не нелегалом же уезжал, все официально, все знают, где я. Ну, да, ну, ничего такого. А у вас дети есть, или нет? Да, малой сын, вот, 30 августа, 4 будет. Мм, что ж, серьезный возраст уже такой. Хорошо, то есть вам есть чем заниматься, и супруги. Да. Как супруга переносит вот ваши отъезды там по месяцу, полтора, там, вот это нормально, или все-таки это тяжело? Не, ну, не сильно это не то, к чему мы шли, но, как бы, это я объясняю, что это один из шагов обязательных в нашем случае. Тоже, я вам рассказал доходы, какие вот, в нашем городе, поэтому даже такая же мечта, как Америка, не имея денег на перелет, на первое время, ну, и в любом случае нужно зарабатывать. Ну, да. А вот такой вопрос, вот в связи с событиями, которые происходят, например, стоимость жилья упала? Да. Вот, например, в приличном месте в городе Бердянске, я не знаю, что у вас приличное, это может быть даунтаун какой-то, или, может быть, это набережная с пляжем? Это город, да. Какая? Ну, нижняя часть, у нас есть гора, а есть возле моря, да, Так, возле моря дороже? Ну, да, возле моря дороже, это смешные такие цены. Хорошо. Вот сколько стоит, например, хорошая трехкомнатная квартира, в хорошем месте, вот, например, какие цены? Ну, прям хорошая, у нас сейчас новострои строят, но они непомерно дорого, а если брать, ну, не новострой, за трех, не скажу точно, но знаю, что спокойно, не спокойно, а сейчас до 15 тысяч можно в нижней части города взять однокомнатную квартиру. 15 тысяч долларов? Да. А сколько сдается такая квартира, если ее снимать? Кривен 250 в сутки на лето, но это лето, ну, и больше идет, ну, средняя где-то, 250. То есть, 10 долларов в сутки, грубо, да? Да. 10 долларов в сутки на лето, ну, там, 1000 долларов за лето. А с другой стороны, она стоит, она стоит 15, правда? Ну, да. То есть, а зимой уже не сдашь, или что? Зимой у нас еще институты, поэтому студентам сдают, в принципе, ну, опять же, цена там, ну, может быть, сейчас же коммунальные подняли, нереально, не знаю, людям с обычным доходом полностью все нужно отдать на коммунальные. В районе 1000 минималка, в районе 1000 коммуналка. Как это, чем делают, я не знаю, но тем не менее, что, как бы, ну, 1000-1500 гривен остается, ну, непомерно, как бы, и мы задумались одно время, задумались, сейчас, да, хотя бы, если оставаться пока в Украине, мы находимся, то лучше тогда это пусть будет Киев. Киеве тоже упало жилье существенно, поэтому присматриваемся на Киев. А вот такой вопрос, нормальный человек, ну, просто вот гражданин, обыватель, сталкивается, например, с тем, что у него вымогают за что-то взятки. Не то, что он сам дает, чтобы получить что-то, что ему не положено, а вот так, чтобы с него именно вымогали. Ну, конечно. Не, ну, это нормально обычно. За что? За что вымогают? За что надо дать взятку? За все, что угодно. На вчерашний день, например, это просто первое, что я сказал, на вчерашний день у меня бабушка два года уже лежат, лежатся, инвалид, мама за ней ухаживается, смотрит за ней, то есть, на вчерашний день, когда пойти, нужно взять, у нее справка, что она, ну, бессрочно лежит, все, она и лежат. она пошла за нее комиссию по этой доверенной справке, проходить там комиссию, что типа, чтобы подписать врачерят, приводить ее сюда. Она два года лежит. Ну, в общем, идите к заведующей. Заведующий, ну, смотрите, я как бы не могу, у меня времени не хватает, ну, мне нужно как бы помазать и поедем. Ну, это, ну, сплошь и рядом, это на каждом шагу вообще. Ну, а вот, ну, все-таки, вот, Майдан, какие-то, не знаю, там, президентские выборы, какие-то надежды, что вот как-то жизнь чище станет, вот, не такая грязная, как была, а станет чище. Вот эти люди, которые вокруг, которые берут взятки, которые дают взятки, у них ощущение, что оно никогда не станет чище, или они хотели, чтобы стало чище, но как-то без их участников, и вообще что происходит? Или это была эйфория, там, три недели, и ушла? Ну, может быть, наверное, все-таки была и ушла, потому что поменялось, стали больше брать. У меня тут я уже, наверное, и не могу сказать, что, в общем, знакомые работают в хорошем застройщике, в киевском, и если раньше власть требовала, там, ну, например, 5 миллионов долларов, сейчас требуют 50. То есть там... То есть стали больше наказывать за взятки или что? Не, ну, да, поскольку начали больше бороться с коррупцией, то есть есть, точнее уже с ней... То есть есть борьба с коррупцией, она имеется? Ну, конечно, каких-то, кого-то для показателя увольняют, но не больше. В принципе, увольняют и все. Ничего такого не происходит. То есть на фонарях никто не висит там, на набережных. Нет, спокойно, хорошо. А то бы еще больше взятки были. Ну, потому что продают места, да, все новое, кто хочет. Не, ну, у нас, я не знаю, просто мы, вы только задали вопрос, задумался, у нас как бы, я уверен, не один я, у нас никто, ну, не за порядки вещей, это всегда так было. единственное, что очень многие там, конечно, там гаичникам взятки не дают. Не дают? С этим пытаются бороться, очень многие к этому хотя бы ответственно подходят, как бы, самую там, да, говорят, типа, лучше пиши, я пойду там заплачу. Знаю, у меня такие знакомые есть. То есть, если уже нарушил и никак не отхапкаешься, то пиши, я пойду оплачу в казну. Пытаются, но мало толка, очень мало толка. Ну, хорошо, ладно, значит, давайте мы, так, я просто спрашиваю, почему я самому любопытно, я так, разных людей слушаю, и они разные вещи рассказывают из разных мест, и у вас такая перспектива, такой небольшой городок, значит, там, курортный, вы вроде как хорошо устроены с этим траком, я как-то хочу понять, вот как у вас там получается. А нет такого, что опасно? Вот опасно вечером по улице ходить? Могут, например, пырнуть, там, морду набить, я не знаю, колеса открутили, на столобиле? Да нет, думаю, у меня была машина сюда, ну, да, в принципе, за время машины мне три раза стекла выбивали, за все годы, с шестого года, за почти десять лет три раза выбивали стекло и выставляли машину, но это, ну, не то, что норма, ну, где-то в среднем раз в три года, как бы нормально. Хорошо, но именно физическая безопасность, там, детей не воруют, я не знаю, ну, так, нормально. Как в любом обычном, конечно, могут разные люди, тут уже, я думаю, они там, и здесь. Ну, хорошо, то есть, нет ощущения, что ты в каком-то стрёмном таком пространстве живешь, надо быть осторожным, там, или что-то такое. Нет, в целом, у нас, в целом, для общего насилия, конечно, индивидуальное случай, но в основном, то... Хорошо. Как в Бердянске, девчонки, как симпатичные? Ну, конечно, как у нас на России, в Украине, я думаю. Ну, у вас же еще южный тип, у вас морской город, они должны быть, ну, какие-то, не знаю, ну, более эффектные, я не знаю. Да, порядок с ними, все, порядок, как раз, едешь, но это особенно, замечаешь контраст, когда побыл там, приезжаешь сюда, и смотришь. То есть, в Польше не то? В Польше еще то, наполовину, ну, хорошее, но, может, потому что там очень много украинок, а дальше туда, конечно, там. То есть, голландские не впечатляют? Нет, ни герман, ни немцы, ни голландские. Вот так вот они и живут, понимаешь, так и живут. И один знакомый говорит, а то у вас там, там работают, директора, говорит, а то в Голландии, а то у вас, говорит, типа, нетрадиционной ориентации, что у вас, говорит, мужчины красивее, чем женщины. Так, нашли, нашли объяснение, нашли объяснение. Ну, хорошо, давайте мы тогда с вами, ребятам, кто нас смотрит, и я всегда с большим, так, чувством отношусь к тем, кто досматривает до конца. Я знаю, что это только 20%, статистика показывает. Поэтому, значит, вот этим 20%, кто до конца досмотрел, особый привет передадим. Пусть лайки ставят, потому что приятно. Не то, что они нам какой-то коммерческий интерес дают или там что-то, ну, приятно, пусть будут лайки. И идите на канал, значит, вот, к нашему гостю. Вы знаете, что, вы мне скиньте в скайпе ваш канал, чтобы я не искал. То есть, я там был как-то, но просто могу найти, но чтобы быстрее было. И я надеюсь, что я сегодня еще до того, как спать пойду, видео повешу. И пусть смотрит. Вот. Я надеюсь, что мы с вами не прощаемся. Вы еще там возникнете на нашем горизонте. Тем более, вы не просто там блогер какой, а вы, можно сказать, из нашей благосферы. Вот. Айти интересуетесь там тестированием. В Америку собрались. Так что у нас еще впереди путь. А возникну обязательно. Это дело времени. Я говорю, что мы как себя уже примеряли в вторую семью под вашими небоскребами в вашем области. Ты на океан там. Хорошо. Вы рыбку ловите? Там на Зовском море много рыбки, наверное. Рыбки много, но я не по-настоящему рыбалку. Не рыбак. Да, ну да. Динамита у вас нет, а на удочке скучно. Понятно. Ну, хорошо. Ладно, давайте мы всем так помашем рукой, скажем привет и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok